Приветствую вас и три элемента хотелось бы выделить в вашем сообщении. Первый элемент это не можете быть умеющим человек по определенным обстоятельствам. Второй элемент это собственно говоря, все равно надежда на то, что может быть оброк. И третий элемент это значит, что вы все время думаете об этом человеке. Значит говоря, первым хочется сказать так, что прежде чем делать такие выводы, нужно все-таки постараться проработать, продумать, переоценить еще раз обстоятельства, которые не дают вам быть места. Какие-то обстоятельства. Так ли они безысходны? Так ли они действительно задают блок для ваших отношений? Если это действительно так, то тогда скорее всего не будет надежда. То есть, анализируя обстоятельства, вы сами себе подтвердите, обрадана ли надежда на возможно быть месте или нет. Надежда может быть опционатным свидетельством того, что есть какое-то решение из ситуации, какой-то выход, но по той или иной причине этот выход вам не подходит. Тут нужно соотнести поступок и его последствия и понять, насколько важность поступка соотносится с последствиями. Если последствий негативных слишком много, то понятно, что выход вам не подходит. А если последствий недостаточно много или их можно как-то купировать, то тогда, соответственно, этот выход нужно стараться реализовать. То есть, понятно, да? Первый элемент – это дота касается ответа. Про надежду, в принципе, мы тоже сказали. Тут нужно добавить только то, что надежда всегда вытекает из каких-то причин. То есть, если вы думаете, а вдруг, а может быть, имеет какой-то образ в вашем сознании. То есть, что это за образ? На что вы опираетесь? Какое чисто гипотетическое может произойти? И зависит ли это от вас? Если да, если действительно зависит, то тогда то, что вы можете сделать – это осуществить все от себя зависящее, чтобы реализовать это самое в другу, чтобы сделать его ближе, чтобы сделать его реальнее, а не считать, пока произойдет что-то самостоятельное. Либо убедиться в том, что надежда ложная и оставить ее. Смотря на вещи все-таки более реалистично. Дальше. Что касается мысли о человеке. Мысли постоянные о человеке наводят на вывод, что у вас может быть любовная зависимость. Любовная зависимость возникает тогда, когда через человека мы стремимся реализовать не только чисто личные отношения, то есть делать человека счастливым, и стараться для него лишь. Ну и какие-то свои потребности, которые не реализуются. Соответственно, отделение потребностей, которые мы пытаемся реализовать через человека. Он собственно личных отношений поможет вам пересмотреть отношения к нему и определить для себя, как вы его воспринимаете. Как ценность в себе. То есть, когда человека видишь, как отдельный ценность и стремишься для него, вкладываешь только в него и не ради чего больше. Либо как средство для достижения своих личных целей. И тогда осознание мотивов к этим действиям, осознание целей поможет вам достичь и их в обход этого человека, тем самым избавив себя от зависимости от него. Вот, примерно в таком ключе вам нужно двигаться. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.